Сегодня без компьютера не обойтись, считает Раиса Яковлевна. Ее дети и внуки живут в других городах. Поддерживать связь по телефону слишком дорого. Но с социальными сетями пенсионерка может общаться с родственниками в любое время и даже по видеосвязи. Кроме того, с помощью компьютера намного легче записаться на прием к врачу, оплатить коммунальные счета и найти интересные новости. Это нужно, особенно для нашего возраста. Потому что самим учиться я пробовала, это нереально. Не получается никак. А здесь нам разжевывают, как первоклассникам. И общаться стало больше. Но интереснее, чем по телевизору, по компьютеру намного интереснее. И там досконально то, что ты хочешь. Узнать то и узнаешь. В своеобразной викторине по компьютерной грамотности пенсионеры продемонстрировали свои знания, полученные за курс. Как отметили сотрудники центра, курсы пользуются большой популярностью. Очередь занята на месяцы вперед. Занятия групповые, проводятся в формате школьного урока. За полтора месяца группа из 25 человек осваивает азы работы за компьютером. Каждый получает специальный сертификат. Сегодня без компьютера абсолютно ни в одной сфере деятельности работать невозможно. А те, кто люди более старшего возраста, им очень удобны платежи за жилищно-коммунальные услуги. Сейчас делать это достаточно трудно. Везде очереди, вы это знаете. Это общение с родственниками, с детьми. Дети к этому подвигают и приобретают им компьютеры. Или они сами приобретают для того, чтобы общаться и по скайпу, и просто посредством электронной почты. Не отстать от жизни. Мне нужно все вопросы сейчас решать только через компьютерную сеть. Елена нас научила, как это делать. Можно записаться к врачу на прием, можно платежи произвести, можно пообщаться с приятными людьми. Занятия проходят круглый год. Законнектиться может любой пенсионер, обратившись по адресу Ленина 26. Услуга бесплатная. Кроме того, в этом году Центр социального обслуживания населения планирует запустить новый проект. Курсы компьютерной грамотности на дому для людей с ограниченными возможностями здоровья. Ольга Родина, Ксения Сепко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.